Дорога Говорю же, я не помню Вы говорите, что я вышла на эту дорогу Но я даже не помню, с какой стороны я вышла туда Как мы их спасем? Ладно, дорогая Ладно, ты не расстраивайся Не расстраивайся А где этот горный домик? Капитан, вот здесь он Телефон у Зана не ловит Мемтас Можно провезти в горном домике? Можно Где, Аслан? Где упала моя дочка? Мы начинаем поиски Я сообщил госпоже Хедье Мы приехали вместе Пожалуйста, немедленно начните поиски Должна была послушать маму Что я вообще здесь забыла? Ты посмотри на нас Мы беспомощные сидим в яме, ждем помощи Из-за тебя? Надо было вместе искать Берчин Но ты решила разделиться Нет, это из-за тебя Не надо было бросать ее и приходить Что ты сказал, Берчин? Из-за чего она так сильно разозлилась? Забей Не смогу я на это забить Что ты сказала, я не понял Да ничего Она мне кое в чем призналась В чем призналась Она сказала, что испытывает чувства По отношению ко мне Сказала, что с самого детства Любит меня Ну а что ты ей ответил? Капитан Мы вам доверяем Мы начинаем поиски Удачи, солдаты Ладно, доченька Ладно, все позади Не волнуйся Берчин Когда она упала С ней что-нибудь случилось, а, дорогая Она ударилась? Я не уверена Но у нее глаза были открыты Или моя бедняжка была без сознания Эх, доченька, эх Почему ты бросила ее? Там и пришла Ладно Ладно, не надо давить на мою дочь У моей дочери травма А моя дочь сейчас лежит в яме Я не знаю, где она А ваша дочь хотя бы рядом с вами Пожалуйста, вы можете успокоиться? Мы и так все сейчас на нервах Не могу я успокоиться Еще моего ребенка тут обвиняют Все, что моя дочь знала Она рассказала жандармам У них все узнаете Пойдем домой Сибель Ты подожди С тобой мы дома увидимся Тарек Садись в машину Желеде Если тебе что-нибудь будет нужно Я рядом Надеюсь, Сюзанна, ничего не случилось Субтитры сделал DimaTorzok Мама Ну что у вас Нашли Аслам? Есть новости? Нет, дорогая Новостей пока нет Эта придурочная Берчим просто бросила ее и ушла, да? Дорогая Ну так сказала Хедия Как она вообще могла так поступить, а? Ну конечно Она ведь вся в маму С самого начала я не полюбила ее Дорогая Ну не говори так Все-таки в то время, как ее мама обвиняла нас в воровстве Именно она принесла запонки сюда К тому же она подруга Аслам Ты не расстраивайся, дорогая Не расстраивайся Пойдем Присядем Хорошо? Давай Надеюсь, в ближайшее время получим хорошие новости Эх, мой дорогой сыночек Я тебе сделала куриный бульон Чтобы он послужил тебе лекарством Давай, мама, давай Как ведь не пощадили моего любимого сыночка Да не прикасайся ты, а? У меня и так везде все болит Еще ты... Но, сынок Что это за друзья такие у этого паренька? Он что, мафиози или кто там? Да какая мафия, о чем ты? Но Где он взял мужчину, который избил тебя настолько сильно, а? Боже мой Очень плохо покраснили места, куда тебя ударили Это я бы его хорошенько избил Но этот подонок сзади меня ударил Я уже был очень близко к этому ослу Ягызу И? Этот человек раньше меня среагировал Сильно мне досталось, однако Это тоже не зря произошло Это извинение пойдет нам на пользу Я сейчас позволю, Нуран Прошу узнать ли она, что у ее дочери есть такие проблемные друзья Ну а потом попробуй увидеть этого паренька рядом с Эйлюль Ты не волнуйся Я никогда не смотрел на Берчин таким взглядом Я всегда видел в ней только друга Она для меня всегда была дочерью дяди Тарыка Никогда не испытывал в ней каких-либо чувств Скажи прямо, это из-за тебя мы сейчас в таком состоянии Не понял? Кто знает, как сильно она расстроилась Когда ты сказал ей, что видишь в ней только друга Кто знает, как больно ей было в тот момент Она собрала всю свою храбрость и пришла, чтобы поговорить с тобой Ну а ты, не подумав о том, что она почувствует Так с ней обошелся Это нормально, что она так поступила, что она убежала А что я должен ему сказать, дядя Ослым? Сказать, да, мы будем вместе? Дать ей надежду? Зачем я еще рассказываю тебе? Эти двое пошли тебя искать, да? То есть... Зачем ты одна гуляешь по лесу? В чем твоя проблема, дочка? Так я была не одна Мы с Сузаном решили прогуляться Ну а потом Я ему Рассказал о своих чувствах по отношению к нему Ну а что он сказал, а? Как он отреагировал? Мама Озан не любит меня Ослым Дорогая, отзовись Боже, надеюсь, моей дочкой ничего не случилось Ослым Вы смогли что-нибудь найти? К сожалению, мы ничего не нашли Но вы не волнуйтесь, мы найдем их Ослым Ослым Ох, не надо было ее отпускать Не надо было позволять ей поехать Она бы сейчас была дома, дорогуша моя Мы найдем их идеи Не надо так убиваться И Ослым, и Озана мы найдем Ослым Дорогуша, где ты? Где ты, доченька? Озан Озан Нет его здесь Он не приходил сюда Где же ты, сыночек мой? Где же ты? Его машина не работает Он говорил мне, что машина сломалась Но куда они пропали, Мемтас? Я понять не могу Дорогуша Мемтас и Демистас с детства знает, как свои пять пальцев Не волнуйся С ним ничего не случится Ну-ка, проходи Отдохни немножечко, хорошо? Есть какие-то новости об Ослым Озане? Все еще нет Поиски начались Тетя сказала Ну а мы ждем Дела закончу, тоже присоединюсь Ну то есть Может я смогу как-то помочь? Жандармы ищут Потому что ты те места не знаешь Ну спасибо, достаточно твоего внимания Послушай Какое бы время ни было Обязательно сообщи мне Хорошо? Ладно, я сообщу Увидимся Боже мой, а? Ой, мне очень жаль Я правда постарался остановиться Однако Там все нормально, да? А, нормально, нормально Вы не волнуйтесь Мне нужно паниковать Никто не пострадал? Слушайте, извините, пожалуйста Я правда нажал на тормоз Но не остановилась машина Ослым, Ослым Ослым, где ты, доченька? Ослым, ты слышишь меня? Ослым, доченька, где ты? Ослым, ты меня слышишь? Ослым 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 Это принадлежит Ослым Ходи, подожди Вставай Пусти меня Пусти Ослым Ослым Это не принадлежит Ослым Где же ты, доченька? Ослым, где ты? Ослым Все нормально? Я просто очень сильно проголодалась К тому же Я ног не чувствую возьми это тоже на день нет, правда не стоит мне и так нормально не упрямься, уже вечер, тебе же холодно будет нет, тебе ведь тоже будет холодно, на день сам у тебя нет сил стоять на ноги, но при этом упрямиться запросто, да? невероятный ты человек не оставила мне другого выхода да, машина не проходила техосмотр, однако мы в процессе переезда, вот недавно приехали в Анкару ваша машина записана на холдинг Туфана да, это холдинг моего отца и машина тоже их я вынужден вашу машину опечатать послушайте, господин полицейский, не было бы у меня сложной ситуации я бы не попасил вас об этом но, как я и сказал, мы сейчас переезжаем у меня долгое время не было работы меня приняли на работу в Анкаре мне еще нужно переезжать в квартиру без машины будет сложно, правда хорошо, но если мужчина пожалуется, я вынужден открыть дело в этом случае я должен опечатать машину а я не буду жаловаться ну то есть, ничего такого не случилось у меня тоже ничего не случилось поэтому, не будем мешать переезду брата правда, спасибо вам огромное, спасибо но если вы позвольте мне, я бы хотел оплатить ремонт вашего транспортного средства послушайте правда, ничего не случилось из-за одной царапины не переживайте спасибо, никогда не забуду того, что вы сделали для меня но раз уж вы между собой все решили, нет никаких проблем всего доброго спасибо еще раз хотел бы извиниться спасибо огромное желаю вам удачи на новой работе спасибо вам того же у тебя давление поднялось ну конечно, ты же разнервничалась получили бы мы хорошие новости о нашей девчонке узнали бы, что ее нашли нам тоже, мне кажется, нужно пойти искать мама, что ты делаешь? сядь, пожалуйста, тебе нельзя на ноги вставать послушай, ты заболеть можешь тебе нужно отдохнуть тогда мы просто будем там толпиться если нужно было бы, я бы пошла туда алло, да, Розия, алло ну ран, дорогуша моя дорогуша как ты? ты дома? я просто хотела к тебе заскочить нет, нет, Розия мы правда сейчас совсем не свободны я потом позвоню тебе, хорошо? ой, девка, а что-то случилось? по голосу видно я, Розия, потом тебе позвоню все, давай да, нам нет, будь, прямо в лицо что опять с ними происходит? Федия будь лучше, если ты отдохнешь у меня дочь пропала я не знаю, что с ней произошло нет у меня сейчас времени для отдыха еще и скоро стемнеет если хочешь, ты можешь вернуться Федия я тебе не враг я не меньше тебя хочу, чтобы ослы поскорее нашли ну же, Мюмтаз ладно, дорогая, ладно иду я куда же он пропал? может, он вернулся в город? не знаю, дорогая это Узан в таком случае не трать мое время нужно немедленно найти мою дочь скоро успокоительное подействует и ты спокойно заснешь? и ты спокойно заснешь? я долго искала вас и отца искала где ты была почему вы не отвечали? я бы тоже хотел бы задать этот вопрос твоему отцу где он был? с кем он был? я не знаю я не знаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что это было? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открой, черт, тебя подери, откройся. Нет, так дела не пойдут. Почему вы приостановили поиски? Почему вы не можете найти наших детей? Что они до утра будут делать на улице? Уважаемые, вы можете успокоиться? Пожалуйста, сделайте что-нибудь. У вас же есть особый наряд, отправьте их. Не останавливайтесь, пока не найдете их, пожалуйста. Капитан, послушайте, вы поговорили с людьми, которые знают эти окрестности? Мы вместе с ними можем до утра продолжать поиски. Ночью нет смысла проводить поиски, есть возможность шторма. Солнце взойдет, и мы продолжим поиски. Что вы такое говорите? Что до утра в таком холде будут делать наши дети? А если с ними что-то случится? Боже, защити их. Завтра утром мы продолжим поиски. Мюнтаз. Надеюсь, дождя не будет. Ты ведь не боишься с тобой? Все нормально. Человек, которого я люблю, Озан. У меня к нему сумасшедшая любовь. С эгоистом, который ему плевает на чувства других людей, я вынуждена сидеть в яме посреди леса. Я никому сердце разбивать не хотел. Я лишь правду сказал. Я сказал, что чувства Берчин невзаимны. Ты сказал. И все закончилось, да? И вся боль Берчин прекратилась? А что я должен был сделать? Должен был соврать ей? Должен был сказать ей, что я очень люблю ее? Боль от правды заживет быстрее. Не волнуйся. В такое позднее время мы в лесу в яме сидим, при этом обсуждаем это. Не ори на меня. Я на тебя не ору. Я просто не хочу продолжать обсуждать эту тему. Хорошо? Так не говори. Ты не говори. Будто я за тебя заставляю. Представляю. Субтитры сделал DimaTorzok На улице холодно. Лучше надень это на себя. Моя дочь где-то там, в темноте. Она голодна. Она замерзает. Какая разница, замерзая ли я? Да, ты права. Но все же ты должна быть сильной. Мне кажется, тебе стоит немного поспать. А Слен такая же, как и ее мать. Сильная. Упертая. Не волнуйся. Она выдержит. И завтра мы их найдем. Боже. Боже, защити наших детей. Пожалуйста. Боже. Не мучай ты так, матерей. Пожалуйста. Я ради одного вздоха своей дочери готова жертвы пожертвовать. Главное, чтобы я могла воссоединиться с ней здоровой. Мне больше ничего не нужно. ПОДПИШИСЬ, 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 ПОДПИШИСЬ. Субтитры сделал DimaTorzok